МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На митинге облсовета коровы, кони и собаки. Сегодня сотни отчаявшихся студентов Аграрного университета пришли по стены областной администрации. Они поют гимн, принесли труну, привели собак и даже корову. Наружная реклама. Виновник аварии на дорогах. В Украине человеческая жизнь не стоит ничего. Лонжерон. Почему гибнут люди? Как может быть пляж без спасателей? Эти и другие события в сюжетах наших корреспондентов. Сотни студентов, их родители и преподаватели Аграрного университета вышли под стены областной администрации с просьбой не допустить объединения их вуза с пищевой академией. Напомним, объединение пройдет в рамках так называемых укропнения и реструктуризации, громких слов за которыми, уверены преподаватели и студенты, кроется желание загубить один из лучших вузов города. Зная, что одесские чиновники уже давно не обращают внимания на митинги, студенты решили привлечь к себе внимание оригинальным способом. На акции протеста побывал наш корреспондент Максим Шпат. Сегодня сотни отчаявшихся студентов Аграрного университета пришли под стены областной администрации. Они поют гимн, принесли труну, привели собак и даже корову. Некоторые приехали верхом на лошадях. Это уже второй митинг студентов Аграрного. На этот раз будущие специалисты подошли к задаче очень серьезно. Устроили автопробег и для привлечения внимания собрали не только людей, но и животных. Будущие ветеринары объясняют факт присутствия на митинге четвероногих просто. Ветеринар – специальность, на которую они поступали лечить животных. А зоотехник, специальность которой не получат, убивает ради мяса. Там в университете, защищаю свой университет. Я его заканчивала. У меня две кошки, две собаки. Я ради них поступала. И после этого я, считайте, не могу получить образование. Я не знаю, кем я выйду. Колбасу делайте с этой коровы или я буду лечить своих животных. На сегодняшний день ни студенты, ни преподаватели до сих пор не понимают, как будет идти реструктуризация. Но знают одно – их вуз и специальность, которую они там преподают, хотят ліквидировать полностью. На сегодняшний день, мы, как и неделю тому, ничего не знаем, ни в чём не уверены. Нам ничего толком не говорят. Так, звичайно, до нас приезжал министр, який ответил на наши вопросы, но очень поверхно. Мы так ничего не понимали. Что будет в конечном этапе с нашим университетом? Мы всё-таки намагаемся залишиться самостоятельной одиницей. Мы хотим сберегать статус юридической особи. И таким чином мы сподеваемся, что нас сегодня почуют. Если не почуют, то мы на этом не зупинимось. Руководство вуза уверено, если ничего не предпринимать, уже к сентябрю такого университета, как Одесский аграрный, может не стать. Одним из участников митинга стала живая корова с плакатом «Я не хочу на колбасу», которая тоже выразила свой протест самым нехитрым и естественным образом. Максим Шпат, Эдуард Шендерович, Новая Одесса. Нет рекламы на дорогах. Кабинет министров Украины согласовал разработанный в МВД законопроект, предлагающий исчезновение с дорог значительной части бигбордов. Рекламные конструкции якобы мешают водителям сосредоточиться. Уже осенью проект закона рассмотрят депутаты Верховной Рады Украины. Продолжит тему Вадим Шпаченко. Авторы документа предлагают запретить размещение наружной рекламы над проезжей частью, а также на расстоянии менее 10 метров от края дороги, на опорах дорожных знаков и фонарей, в зоне транспортных развязок, мостов и в местах концентрации ДТП. Есть чрезмерное насыщение рекламными площадями, особенно большого формата. Горожане давно заметили, что большинство дорог в Одессе перегружены рекламными конструкциями. В некоторых случаях они действительно мешают, близко к дороге они расположены. А в некоторых случаях просто еду и не обращаю на это внимания. Нельзя спорить и с тем, что рядом с яркими бигбордами дорожные знаки и светофоры становятся гораздо менее заметными. Тем не менее, наружная реклама в списке причин происшествий на дорогах согласно официальной статистике ГАИ не значится. Куда более насущными проблемами по статистике являются нарушения правил маневрирования и превышения скорости. 22 августа 2009 года на фонтанской дороге между 6 и 7 станциями сын депутата регионала Дмитрий Кровец сбил трех человек. Можно ли предположить, что причиной происшествия стала наружная реклама? Сбил он их на скорости 112, не тормозя, побил три машины. И Вася погиб на месте, Наташа осталась инвалидом второй группы, Денис тоже пострадал. В 2011 году мажора торжественно амнистировали. Это была третья амнистия в его жизни. В Украине человеческая жизнь не стоит ничего. Это определенная каста людей, на которых не распространяются никакие законы. Сейчас Дмитрий Кровец на свободе. И это лишь один пример масштабной тенденции. И наружная реклама, которой действительно слишком много, здесь совершенно ни при чем. Вадим Шпаченко, Валерия Наумова, Олег Шпак, Новая Одесса. Ровно месяц назад, а именно в ночь с 31 мая на 1 июня, по Одессе пронесся сильнейший ураган. Негласно прозванный одесситами ураган Дорн. С сильным ветром, градом и дождем. Эта стихия запомнится нашему городу надолго. Она повалила множество деревьев и опор электропередач. Были даже человеческие жертвы. Что помешало привести город в порядок одесским управленцам и коммунальщикам, выясняла Дарья Сидоровская. Прошел месяц после урагана, а парк Победы по-прежнему завален обрушившимися ветками. А над головами людей висят оборванные провода и кабели. Там же гулять невозможно, на самом деле. Деревья почти все лежат, многие кое-что убрали, они должны, или горосполком, я не знаю, но половина также деревьев лежат. Вся Чубаевка в деревьях, седьмая вот эти двухэтажные домики внутри дома. Это ужас, хоть приезжал и наш гостус, все говорили, все уберут. Десять сухих деревьев, вот-вот упадут. Сорок детей во дворе, никто не интересуется. Горы неубранных веток в парке Победы превращаются в горы мусора. Сейчас такие вот погодные условия, что идет даже дождь постоянно, ветер, ни черта не видно. От этого идут все ДТП с летальными исходами. Почему люди должны от этого страдать? Почему днем выключают свет? Работают рестораны, работают кондиционеры. В такую жару жить без света это невозможно. И костусе вообще ничего не делает. В ЖЭКах, судя по всему, на улицы вышли даже работники кабинетов, потому что на местах их не оказалось. А у меня никого нет. Нет ее? Ни его, ни ее нет. А заместитель-то? Ну, нет, видите, даже машины нет. Стоит напомнить, что сразу после удара стихии чиновники мэрии обещали за три дня вернуть город к нормальной жизни, а потом взяться за парки и скверы. Как сообщалось, в результате урагана в ночь на 1 июня в Одесской области один человек погиб и 36 пострадали. А штурмового ветра оказались поваленными от одной до трех тысяч деревьев. У многих домов сорваны крыши, в городе и области повреждены линии электропередач. Пока Одессу штурмовало, мэр Алексей Костусев отдыхал в ВИП-клубе. В конце июня в Одессу с проверкой деятельности выдвиженца партии регионов Костусева прибыл председатель Центральной контрольной комиссии партии регионов Николай Белоблодский. Известно, что его интересовала скандальная история с отдыхом мэра во время удара стихии и затянувшаяся уборка города, на которую городу выделено 27 миллионов гривен. Возможно, именно такой поворот событий заставил мэра отчитаться о проделанной работе на своей страничке в социальной сети Фейсбук. Ночью прошел ливень. Не то чтобы большой, но для Одессы, как всегда, хватило, чтобы поплавать и не по далеким морям и океанам, а по родным улицам. Вероятно, если бы коммунальные службы заранее очистили ливневки, одесситам не пришлось вплавь передвигаться по улицам родного города. В преддверии непогоды Алексей Костусев отмечал свой день рождения. Поздравил мэра и президент Украины Виктор Янукович. Правда, почему-то на день раньше. Может, оно и верно, потому что именинный мэр Костусев решил справлять подальше от города, который он так любит. Дарья Сидоровская, Олег Шпак, Новая Одесса. Стоп торговля людьми. За два года милиционерам и чиновникам удалось найти и оформить всего восьмерых человек, которые подвергались незаконной эксплуатации. Хотя, по факту, таких случаев намного больше. При этом в Одессе пока нет ни одной программы помощи пострадавшим от торговли людьми. О проблеме в сюжете Валерии Наумовой. Эти кадры неделю назад облетели все региональные телеканалы. 36 вьетнамцев нелегально работали в подпольном швейном цеху на Николаевской дороге. Людям приходилось спать в душном помещении, до двухъярусных лежаках, а выходить за пределы ангара, где располагался цех, запрещалось. И это только единичный факт, который подпадает под статью «Торговля людьми». Гражданские правозащитники рассказывают, только за последние 10 лет их организация зафиксировала более 800 таких случаев. Очень многие люди не идентифицируют себя как жертвой торговли людьми. То есть они не знают законодательства, не знают нюансов, особенно если говорить о трудовой эксплуатации. Несмотря на то, что проблема торговли людьми появилась в Украине давно, соответствующий закон приняли только в прошлом году. После этого появилась и государственная программа помощи пострадавшим. А вот на местном уровне такого документа пока нет, а соответственно нет и финансирования. По данным милиции, только в 2013 году было начато 14 уголовных дел по статье «Торговля людьми». Четыре из них уже направлены в суд. Люди, которые подверглись незаконной эксплуатации, по закону имеют право на специальный статус. Однако получить его достаточно сложно. Вопрос в том, что нужно собрать пакет документов. А у некоторых людей, которые пострадали, если у них забрали документы, их нет просто. В течение месяца, когда уже пакет документов собран, мы отправляем пакет документов в центральный орган, Министерство социальной политики. И только после этого они присуждают статус. Всего официальных пострадавших от торговли людьми сегодня в области 8. В прошлом году оформить удалось двоих. В этом еще несколько. Им положены материальные выплаты, правда копеечные, почти 1200 гривен. Три человека получили в видеопыскном районе, девчонка два человека в городе. Сейчас чиновники и общественники готовят региональную программу помощи пострадавшим от торговли людьми, рассчитанную на три года. На это из местных бюджетов обещают выделить почти полтора миллиона гривен. Валерия Наумова, Эдуард Шендерович, Новая Одесса. На улице Серова из-за короткого замыкания сгорела почти вся бытовая техника. К счастью, обошлось без пожара. Подробно о том, почему в сети было не 220, а 380 вольт, расскажет Максим Шпат. Жители дома номер 16 многих годы страдают от скачков напряжения. Электричество в их квартиры поступает через старые так называемые воздушки. С годами они пришли в негодность. Периодически обрываются и замыкают. Обычно идут четыре провода, три фазы ноль. Три фазы ноль и в районе вот этого дерева, где ветка обломилась, три из них были скрещены. Какой из них, кто, с кем замкнул, они были скрещены. Из-за короткого замыкания напряжение поднялось до 380 вольт, вместо положенных 220. Бытовая техника таких перепадов не выдержала и моментально сгорела. Самое хуже, что мог бы быть пожар. Вот это вот. А так телевизор, центр, компьютер, ноутбук. Все произошло настолько быстро, говорит Александр Семенниченко, что он даже не успел среагировать и отключить электроприборы. Впечатление было такое, как будто бы мне под ноги бросили две гранаты. Два таких мощных взрыва, ба-бах, ба-бах. И потом сзади поднимается такое густое облако, такое темно-серого дыма. И все на это, и тишина. В квартирах одесситов сгорело почти все электрооборудование. Стиральные машины, телевизоры и даже электросчетчики. В Одесса Ублэнерго объясняют, что на линии действительно было короткое замыкание, последствия которого устранили. Но никто из жильцов в трехдневный срок не обратился в их организацию с просьбой возместить учерб. А ведь по закону в течение трех дней должна быть составлена комиссия, которая проведет экспертную оценку. После ураганов, которые бушевали в Одессе, подобные случаи не редкость. Ликвидация последствий продолжается до сих пор. Максим Шпат, Сергей Самойлов, Новая Одесса. С начала года в Одесской области утонуло 37 человек. За последние сутки список пополнился еще двумя происшествиями на побережье. Спасатели сетуют на непогоду, а городская власть на недобросовестных арендаторов пляжей. Кто виноват в смерти людей, узнавал Дмитрий Долматов. По статистике, Одесская область находится в числе лидеров по количеству утопленников. Основная причина – отсутствие спасателей. Особенно эта проблема актуальна для арендованных пляжей. В городе только три частных пляжа официально оформили разрешение на эксплуатацию. Остальные 34 работают на свой страх и риск. Без медиков и опытных спасателей. Стоит вышка, внизу спит этот так называемый спасатель. Я подошел, поинтересовался возле них. Я говорю, слушай, а дехать лодкой или там, ну на чем ты собираешься там спасать, если не дай бог что-нибудь. Он говорит, а я что-то еду, подежурю и я говорю, плавать все там хоть умеешь. Он говорит, в школе плавал. Но даже опытные спасатели не всегда могут вытащить из воды утопающего. Свежий пример – трагедия на пляже Лонжерон. Люди пошли купаться в море. Спустились по спуску в воду. И один из них, немножко отплыв от берега, захлебнулся в штормовой воде. Ввиду того, что вчера было очень сильное волнение, никто не купался. Но, видно, так получилось, что, как говорится, пьяному морю по колено произошла трагедия. В этой ситуации невозможно было его спасти. Он практически сразу захлебнулся. Пока мы смогли что-то сделать, уже мужчина был мертв. За два месяца официально открытого курортного сезона порядка на пляжах не прибавилось. На сегодняшний день не существует документа, который бы регулировал необходимое количество спасательного оборудования. Вымагать от местных органов и самоврядования, и администрации, чтобы они заклали какие-то деньги. Потому что без денег уже ничего не сделаешь. Как же купишь эти лодки и так далее, и так далее. А тогда уже будет нам все зрозумело. Кого нужно расстрелять из приватников и выселить их из этого берега, а кому нужно сприять у них развитку. С этим, конечно, не поспоришь, но слова остаются словами. Как может быть пляж без спасателей? Вот мы тоже так думаем, как может быть пляж без спасателей? Милиция проехала, вроде два мальчика на велосипедах мы заметили, и все, а спасателей нигде. И ребенок зашел далеко был, и я кричала ребятам, сама не могла его. Ребята его достали. Дмитрий Долматов, Валерия Наумова, Сергей Самойлов, Новая Одесса. Одесская Сен-Эпидемстанция запретила купаться на городских пляжах. Это связано с тем, что результаты анализов проб не соответствуют нормам. Причина – обильные дожди, прошедшие накануне. Во вторник на всех одесских пляжах будут взяты повторные пробы. 4-5 июля в зависимости от их результатов примут решение, можно купаться в море или нет. В Одессе чуть не сгорел двухэтажный дом. Инцидент произошел в частном секторе на улице Хуторской. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная проводка. Во время пожара никто не пострадал, при этом выгорело 80 квадратных метров площади. По словам спасателей, потушить огонь оказалось непросто, поскольку в этом районе отсутствовали пожарные гидранты. Кроме того, в здании находился газовый баллон, который удалось вынести. Также по деревянным конструкциям огонь быстро распространился практически на всю площадь крыши. Также создалась угроза распространения огня на соседний двухэтажный жилой дом. Одесские дрифтеры завоевывают новые территории. Теперь шумные развлечения гонщиков-экстремалов проходят не только на крупных парковках, но и на детских стадионах. Подробности в сюжете Дмитрия Долматова. Эти шальные заносы снял один из жителей дома по улице Вильямса. Дрифтер не нашел лучшего места для своих тренировок, чем футбольный стадион. По словам очевидцев, на этой спортплощадке часто играют дети. А это уже другое собрание гонщиков-любителей. Действие разворачивается на парковке одного из супермаркетов. Подобные экстремальные развлечения пользуются популярностью у одесских автомобилистов. Вот только безвредными такие соревнования вряд ли назовешь. Поступают жалобы граждан улицы Бабеля, улицы Балковской о нарушении общественного порядка, потому что водители этих автомобилей мешают людям в ночное время отдыхать. Обеспокоенные постоянным шумом одесситы неоднократно обращаются на горячую линию Одесса под контролем. Ведь сотрудники милиции, к сожалению, далеко не всегда могут разобраться с проблемой. Группа молодежи, группа людей на машинах устраивают гонки. Невозможно жить, невозможно отдыхать, спать дети маленькие кругом. Как долго это начинается? Начинается это с 9 часов вечера, заканчивается 3 часа ночи, под утро, полчетвертого. Это страх здесь, кричат, маты гнут. Такой страх и ужас. Они вот каждый день почти, что вот это все, и окна выходят как раз вот на эту площадку. Тоже маленький ребенок, муж после работы, я в положении, отдыха никакого. По словам дрифтеров, они собираются всего один раз в неделю, по пятницам, и свое занятие опасным не считают. Тут получается каждый человек рискует, ну, если он сюда приехал, добровольно сюда приехал, и его никто не заставляет сюда ехать. И каждый час может принять участие тут. В госавтоинспекции говорят, что гонщики ничего не нарушают. Проблемы возникают скорее с местом проведения соревнований. В городской черте, а также во дворах жилых домов это запрещено. Но похоже, что кроме предупреждения больше не существует никаких мер, способных вернуть тишину и покой на вечерние улицы Одессы. Дмитрий Долматов, Зоя Чернишевская, Новая Одесса. Обещал, выполнил. Одесский фуникулер стал платным. Два года назад мэр Костусев заявил о намерении ввести оплату за проезд в фуникулёре. Теперь, когда подъемник снова заработал, стоимость проезда составляет 2 гривны. Плата, которая будет взыматься с Одесситов и гостей города за проезд в фуникулёре, по словам мэра, позволит содержать его, не тратя на это деньги из городского бюджета. И вот спустя два года данное обещание выполнено. Действительно, одно из немногих ставших реальностью. Правда, весьма сомнительно, что Одесситов этот факт обрадует. Серебряный дух в Одесском порту. Вчера в городе гостил пятизвездочный круизный лайнер. На борту судна длиною 200 метров 270 кают. На восьми палубах одновременно может разместиться 540 человек. Ювелирный магазин, казино, рестораны, тренажерные залы и даже личные дворецкие. Неполный перечень услуг, предоставляемых на борту лайнера. Silver Spirit спустили на воду в 2009 году в Италии. А дизайнером внутренних интерьеров выступил известный в Европе архитектор Джакомо Мартоли. Вы смотрели новости на Новой Одессе. Если у вас есть проблема, о решении которой вам может помочь внимание общественности, звоните нам. Телефон горячей линии 706-3896. Наш выпуск завершает прогноз погоды. Увидимся с вами завтра. В студии был Антон Равицкий. Хороших вам новостей. Прогноз погоди від страхової компанії ТИКОМ. За данными Центру погоди, у вівторок-другого липня в Одессі протягом дня буде малохмарно. Очікуються грози. Вітер північно-західних напрямків 6-10 метрів на секунду. Атмосферний тиск нижчий за норму 754 міліметри ртутного стовпа. Відносно вологість повітря 65%. Температура повітря вночі 20-23. В день 19-24 градуси з позначкою плюс. Страхова компанія ТИКОМ. Впевненість у квадраті.